Михаил Калашников. Человек-легенда, человек-автомат. Изобретатель самого безотказного оружия в мире. Если бы он родился не в СССР, а в любой стране, признающей приоритет открывателя, то его банковский счёт мог бы соперничать со счетами самых богатых людей мира. Но страна Советов, помимо передовой идеи социализма, бесплатно распространяла по миру и самые передовые идеи самого передового оружия в мире. Автомат Калашникова, любовно называемый АК, производили все друзья Советского Союза. Без всякой лицензии, по решению Политбюро. СССР распался, а автомат остался. Недавно по каналам информационных агентств прошло радостное сообщение, что на Акушку выдан патент. Это значит, что все страны, которые производили и производят его, должны выложить кругленькую сумму в российский бюджет. Но почти сразу Интерфакс опроверг информацию. Миллионы экземпляров автомата уже продаются на рынках многих стран мира. А, например, в ЮАР и Израиле давно созданы свои образцы стрелкового оружия, в которых использованы основные конструкции самого знаменитого оружия в мире. Борис Ельцин, отметив заслуги изобретателя автомата, хорошо зарекомендовавшего себя в военных событиях последних лет, вручил Калашникову именной пистолет. Но вряд ли он сможет смягчить горечь от прошлых и будущих потерь. Вскоре на вооружение российской армии будет принят новый автомат Абакан. Патент на него до сих пор не получен. Видимо, демократическая Россия также ценит своих гениев, как и ее великий предшественник. Анна Потагина, Телевизионная служба новостей.